На сегодняшний день от выбора достойного учебного заведения зависит будущее наших детей и наше собственное. А как определить, что выбранная вами школа даст вашему ребенку необходимые знания и воспитание? Конечно же, обратив внимание на педагогический состав, а также личность директора школы, который возглавляет данное учебное заведение. Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня в профиску. Если вам интересна эта школа и человек, который ее возглавляет, то этот выпуск именно для вас. Выбирая школу для детей, родители обычно долго колеблются, думают, расспрашивают знакомых. Но услышав о профиску, а точнее о женщине, которая возглавляет эту школу, о ее знаниях, уровне интеллекта и опыте, родители без раздумий отдают своих детей в эту школу. В ней родители видят настоящего педагога, профессионала, который будет любить и воспитывать их детей. Семфира Толкатовна, почему вы решили стать учителем? Какой аспект или мечта побудили вас выбрать эту профессию? Знаете, к профессии учителя, именно учителя, я учитель начальных классов, я пришла не сразу. В школе, участь в школе, мне интересна была эта работа, но именно быть учителем серьезно, я об этом не думала. Хотя вот практику, когда была практика в 10 классе, мы проходили ее в детском саду. И с детьми работать очень интересно. Но осознанно поступить в педагогический университет, сначала закончить психологию, а потом я уже поняла, что именно учителем начальных классов мне хотелось бы быть. Вы начали работать в возрасте 16-17 лет. Как именно началась ваша карьера? Я, сразу после школы, мне нужно было идти работать. Ну, это все, кто проходил 90-е годы, знаете, это были сложные годы. А для нашей семьи это были очень сложные годы. И, конечно, нужно было идти работать, потому что нужны были деньги. Я пошла работать, просто это было прямо около дома, на текстильную фабрику, текстильный комбинат, это самый большой комбинат был, в тростильный цех, так как после школы я еще совсем была молодой. Нас отправили в текстильное училище, два месяца мы обучались этой профессии. Но потом я перешла работать в полиграфию, полиграф-комбинат, тогда он Матбот назывался, находится до сих пор он на улице Новои. Там я проработала почти 6 лет. Полиграфическое производство довольно хорошо я изучила. И меня перевели в отдел ОТЗ, это расчет зарплаты. То есть я была расчетным бухгалтером и инженером-нормировщиком. Проводила нормирование в цехах, устанавливала нормы и таким образом потом производила подсчет зарплаты. Но проработав там 6 лет, и думаю, и так будет всегда, это не мое. Я вот поняла, что это было интересно, но я себя не видела до конца жизни именно в бухгалтерии. И я поступила в университет Ташкентский педагогический имени Низами на факультет педагогика и психологии. Насколько нам известно, вы работали в нескольких областях еще до того, как стали педагогом. Не было ли проблемой для молодой женщины учиться и работать в двух-трех местах одновременно? Ну, когда ты молодой, полон энергии, и у тебя есть цель, у тебя есть желание, это не было проблемой. Да, было тяжело, было непросто, но проблемой именно это не было. И никогда не было мысли, что я жалею об этом, зачем я это сделала, не хочу работать или не хочу учиться, потому что я училась на контракте, и нужно было оплачивать и контракт, и в то же время семье помогать. Время-то шло. Возможности просто учиться у меня не было. Вот, но я не жалею об этом. Это дало мне очень много в плане жизненного опыта. Как вы думаете, что такое профессиональное счастье? Профессиональное счастье – это такое большое понятие, которое включает в себя много небольших понятий. Конечно же, это любовь детей, их энергия, и вот этот постоянный обмен энергии между педагогом и между детьми, он наполняет тебя. Когда ты приходишь и видишь вот эту доверчивость в глазах своих учеников, ты, конечно же, боишься не оправдать эту доверчивость. Также это признательность со стороны и детей, и родителей, конечно. Ну и когда ты работаешь педагогом, со стороны руководства это тоже важно. И чувство доверенности, когда тебе доверяют родители, самое драгоценное, что у них есть – своих детей. И, конечно, подвести и родителей, и детей ты никак не можешь. И от того, что ты воспитываешь или, вернее, обучаешь ребенка, и ты видишь плоды своего труда, все это, конечно же, наполняет себя вот этим именно профессиональным педагогическим счастьем. Было ли в вашей жизни событие, которое вы хотели забыть, но оно было хорошим опытом или жизненным уроком? Ну, конечно, говоря о какой-то такой ситуации, если вот самая первая, наверное, яркая ситуация, это я тогда, наверное, была, не наверное, а я была в шестом классе, и случился такой момент, я ходила в музыкальную школу, и уже прям в шестом классе, это последний класс музыкальной школы, я начала в музыкальную школу ходить еще до школы, то есть шести лет, а в школу пошла семи. Вот у нас сменился педагог, сменился педагог, который вел нас пять лет, она была Раиса Григорьевна, я очень редко запоминаю имена, фамилии, но Рихштрайбер Раиса Григорьевна, я ее не забуду никогда, потому что от нее я чувствовала любовь, она была очень строга, но эта строгость не напрягала, потому что она любила своих учеников, и вот она уезжает, вот эти 90-е годы, она переехала в другую страну с всей семьей, и нас передали другому педагогу, и передали другому педагогу, а ему было неинтересно в шестом классе нас обучать, не могу сказать что-то плохое, что она вот что-то нам делала плохое, нет, просто мы не чувствовали вот этого, дети, не чувствовали, я конкретно, какую-то теплоту и нужность, наверное, и я прогуливала школу, обманывала маму, ну, когда это раскрылось, вот это чувство стыда, которое я пережила, я это чувство не забуду никогда, мне было настолько стыдно, мама меня, конечно же, ругала, разговаривала со мной, но вот это доверие, которое я потеряла в тот момент, оно жгло мое сердце, и я, это, наверное, было первый раз, и, в принципе, больше я так не делала, я написала свои чувства, вот это чувство стыда, я перенесла на бумагу, я написала письмо прощения, вот, ну, не знаю, не могу сказать, что я у мамы конкретно просила или у учителя, просто все, что было, все, о чем я сожалела, я написала, но это было настолько горькое письмо, и настолько это был для меня опыт, и что я даже сама прочесть это письмо потом, повторно, не смогла, каждое слово жгло меня, я просто его сожгла, но вот этот опыт, вот эта ситуация научила меня, что доверие потерять очень легко, и нужно доверием дорожить. Последний вопрос я буду задавать. Какого вопроса вы бы хотели, чтобы вам задали, но вам еще никто не задал прежде вопросов? Ой, я вообще предпочитаю, чтобы мне поменьше вопросов задавали, тем более о личном, поэтому, наверное, все вопросы, которые можно, мне задали, а те, которые не задали, пусть и не задаются. В следующий раз, когда поедем, график дает. Редактор субтитров А.Семкин